Зачем выходить-то? А то ты потом не войдешь. Аплодисменты. Нет, Майнвик, ну можете стоять спокойно. Ну только плечо. Чуть-чуть врача уже в кадре. Дорогие друзья, я попрошу внимания. Сегодня вам предстоит совершить весьма важное открытие. Вы откроете для себя новую грань безграничного практически дарования выдающегося многонационального композитора прошлого Екатерины Чембер-Джи. Мы знаем Чембер-Джи, как автора многих камерных сочинений. Между прочим, может быть, не все знают, что сам термин Чембер-Мьюзик, камерная музыка, перевод мой, возник как производная от фамилии Чембер-Джи. Мы знаем Чембер-Джи, как автора многих ораторий, симфонических произведений, хоров и особенно популярных у зарубежного слушателя «Грибных контакт» в область 1986. Но сегодня мы услышим и исполнение это будет первым в нашей стране и за рубежом неизвестную оперетту, написанную Чембер-Джи в соавторстве с известным советским либретистом XIX века Екатериной Чембер-Джи. В различных музыкальных словарях и справочниках зарубежные биографы не могут указать точную дату написания композиторам этого уникального, сложного, полифонически-психологического и трагически-драматического слова. Однако советскому исследователю творчества композитора Таламушу Зархизаде написавший обширный комментарий к оперетте удалось установить, что композитор создавала эту оперетту в период с 16 по 22 августа 1987 года, когда благодаря тяжелой болезни, доставшейся от матери, заботы о содержании ее малолетней дочери Марии взял на себя поклонник ее музыкальных дарований из рук дома ММ. По понятным причинам эти инициалы пока раскрыть не удалось. «Итак, оперетта, посадский барон или венцорский посадник?» Амперетта, разумеется, не опера, и поэтому ее сюжет будет вам понятен. Я же назову лишь действующий вид и исполнительный. Не удивляйтесь, друзья, как в каждом уважающем себя театре мы репетировали этот спектакль двумя составами. Но климатические условия нашего прекрасного посада оказались таковы, что даже гастролеры, приехавшие из южных стран, оказались здоровыми к сегодняшнему спектаклю. Мы на это не рассчитывали. Поэтому сегодня поют оба состава. «Итак, Аркадий или посадский барон?» Лауреат конкурса эстрадной песни «Юрмола-87», заслуженный артист республик советской Прибалтики Олекс Кагенш. И народный артист посадской УССР Марк Мельникович. Виолетта, наша гостья из Франции, по билетам ее особенностей. Примадонна Труп, комедия францаез и гранд операета. Натали Гутмон, Дебатмон, Детумон, Леур-Кармон. И солистка академического ансамбля песни и танцев народов Сибири «Армянские девчата». Шофер-левак Эдуард. Ветеран советской операции, хорошо известный вам баритон Владимир Скановекки. И дебютант на нашей сцене, приезжий из земли Северный Рейн, Вестфалия, Евгений Эрнст Буш. Медея, вокзальный диктор. Диктор Центрального телевидения и специалистов Радио Нинель Зархипова. Баронесса фон-магазинер Ирина Архипова. Фондиф сам-полит Валерий Леонтиев. Слуги, господа на балу, офицеры и продавцы фиалок Монмастра, статисты театра. Большой симфонический оркестр, большой хор и большой ансамбль скрипачей Большого театра по направлению Шик Мурзовича. Хор-басадный пейзан. Народные артисты всего Советского Союза Елена Озб и Зоря Ахмузяева. Хор-мейстер, лауреат премии Ленинской пионерии Елена Озберова. Балетмейстер, профессор, постановщик Канкана в нашем спектакле. Профессор Алексей Кандинский. Оркестр. Товарищи, все лучшие пульты, занятые детьми исполнителей. Поэтому я назову лишь их близких родственников. Итак, Мария Каган, Александр Мельников, Екатерина Сканави, Ирина Сухаревская, Екатерина Чемберджи, Анна Травкина, Анна Кандинская, Анна Озерова, Алексей и Юрий Мушановы. Костюмы и декорации по эскизам неизвестных художников, выполнены в мастерских Большого театра. Дирижер, лауреат премии Ленинского комсомола и премии Фонда Герберта Фонда Караяна, Базиль Лоб. Абиректа исполняется на языке оригинала, зал нашего театра, радио. Это посадский ворон или венгорские посадницы. Абиректа исполняется на языке. Абиректа Абиректа КОНЕЦ 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 Мы чистый рот, мы любим дышкие места. Москва, как вы себя первая. Белорусский вокзал, шестая платформа, первая. Конец солнечного лета, прекрасный август. Время действия, тот дивный, тот восхитительный предзакатный час, вот и знаешь, дорогой зритель, между 17.30 и 19.15, когда на платформе царит особенное, радостное возбуждение. И не потому что праздник, а потому что самый обычный будет. А из авосик, так манящий, так приветливо, выглядывают в яркие упаковки. Чай вялость, рыбный паштет, сливовое повидло, фигурные макаронные изделия, рожки. И тоже не потому что праздник. Ты-то знаешь, дорогой зритель, он всегда так читает. Но это стоит там, края платформы, тревожно вглядываясь вдаль, на том самом месте, где во все века влюбленные рыцари ждали своих красных дамок. О-о-о, да это же мой юный приятель Аркадий. Подбегу к нему. О чем грустишь, Аркадий? Опаздывает, все кончено, надежды не рвется. Поверь моему опыту, ты утешишься, встретив другую. Не таков я, Аркадий. Аркадий, 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 я, и он, родился в посаде. О, приди, о, приди, дорогая, я страдаю. Если ты не придешь, я, конечно, опоздаю. Где же ты? Сердце рвется к тебе, и мечты, мысли все о тебе. Ты прекрасна, ты прекрасна, как ангел с ясным взором и с мотором. Ты прекрасна, ты прекрасна, как ангел с ясным взором и с мотором. Ты прекрасна, как ангел с ясным взором и с мотором. Ты прекрасна, как ангел с ясным взором и с мотором. Душа глаза пустел, и она, я уже не успел. Где же ты, ангел мой, электричка, с ясным взором и с мотором? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok Железнодорожный вокзал Время действия Тут дивный предзаказ Когда ты знаешь, о дорогой зритель Ты рвешься навстречу Твоим многочисленным соотечественникам Которые обвивают аккуратные столбики Яркими табличками Расписание автобусных маршиналов Около одного такого столбика Обвивая его пухлыми ручками И заламывая их в страстные стоми Рыдает юная фиолетка Попеку к ней Умному! Уй, тим, я, я Я же ты все Тим, умному! Чего? Я же ты мой единственный Двенадцатый Порядила Не идет Я не снесу Не снесу Не снесу Первым мы снести поможем Тебе ж недалеко? О, боже! Поверь, в любви не испытание Трехчасовое опоздание Вот-вот примчится он, поверь И распахнет Обсятий Дверь, дверь Мой дружочек, как ты мил Больше ждать тебя не все Умирая от доски Разорвусь я на куски Страй за нем кори В груди мое Жду тебя давно Ну, приди скорее Мы поедем с тобой Мой родной пасад Где каждый нам судить рад Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Рожайник желтый цвет, Твой изящный силуэт Ты быстрее, чем Гермес, И сильнее, чем Геркулет Вот не первый ты в моей судьбе, Быть двенадцатым за ночь тебе Всё равно приезжай в год на лу, А в двери открывай скорее салон. Ля-ля! Просто смотри, как я призна, Я устала здесь одна. Почему ж ты не идёшь? Меня в сердцу не приждёшь. Неужели мне ты изменил? Я убой за ручей, ты тут спешил? Я умру с летут ручной путь, Я смерти не боюсь, когда умрусь. Ля-ля! О, где ты, дорогая, теперь в посад не попаду я. О, где ты, милый, теперь в посад не попаду я. Один. Одна. Но что-то, что-то там подъехало. Действительно подъехало. Кто в это был? О, нецерпение, о радость долгожданной встречи, за которую ты, подобно Ромео, готов заплатить любую. К тому, ловким циником, неверным, коварным, вот и один из них, москвич на москвиче Эдуард. Эдуард, романтик встреч и проводов, романтик вокзалов. И потому сначала Аркадий в Москве, а затем Виолетта в Вениграде тянут к нему руки, моля о помощи. Я левый товарный водитель, проехать со мной не хотите. Возьми ты нас с собою, теперь мы закатываем мы двое. Заплатите, конечно, не здесь же горчать безутешно. Возьми ты нас с собою, теперь заплатим мы двое. ПЕСНЯ 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 Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, несмотря на сложный грим и костюмы, вы узнали этих людей. Это музыканты, участники посадского фестиваля, мировые звезды первой, второй, третьей и четвертой величины поприветствуемых. Открытие лица выражают искреннюю радость. Я подбегаю к ней и спрашиваю. Вы рады? Да! К приезду Аркадия и Виолетты? Да! И тому, что теперь можно открывать фестиваль? Да! 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 Ах, наконец-то мы приехали к вам! Ехали к вам утром, тарарам! И мне ваша стала по утрам, вечерам! Рады мы вам! Ура! Мы вас очень долго ждали! Мы без вас не начинали! Мы на этом фестивале все едва и не сорвали! Ах, наконец-то мы приехали к вам! Ехали к вам! Трам-тарарам! И мне ваша стала по утрам, вечерам! Рады мы вам! Ура! Ах, наконец-то мы приехали к вам! Ехали к вам! Трам-тарарам! И мне ваша стала по утрам, вечерам! Рады мы вам! Ура! Ах, наконец-то мы приехали к вам! Трам-тарарам! И мне ваша стала по утрам, вечерам! Рады мы вам! Ура! Ах, наконец-то мы приехали к вам! Ура! Ах, наконец-то мы приехали к вам! Ура! Ах,isions у нас snap! Ура! Ах, cupcake-то! Ура! Понятно! Эхали мы вам! Спасибо. 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 Аркадий и Виолетта. Спасибо. Поприветствуем постановщика «Канканон» с нами в салоне. Он скромен и не вышел. Аплодисменты. И наконец Екатерина Чембер-Джи. Аплодисменты. 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 Традиционный марш, совершающий наш фестиваль. Надеюсь, вы нам поможете. Канон. Субтитры подогнал «Симон» Главный исследователь творчества композитора, либретист, автор всех интермедий и всех статей в нашей газете, Нина Заркиев. АПЛОДИСМЕНТЫ Вдруг сейчас расставание настал. Надеюсь, мы прощаемся с вами всего лишь до следующего года. Спасибо. Что с аппаратом делать? Да, я посижу на всех сахарах. Ну, не кто-нибудь, а Наташа вон ее. Славик! Славик! Что с ним делать? Кто? Ну, а чего делать? Пусть нам больше.